Добрый вечер дорогие наши радиослушатели и зрители Как всегда по вторникам на радио Медиаметрикс с вами программа 3600 секунд Я ведущий Дмитрий Гловацкий, лучшепогодный сайт гесметио.ру И сегодня по обыкновению будем говорить про интернет технологии Про их применение в реальной жизни И в студии у нас прекрасный гость, эксперт, изобретатель, создатель интернет-проектов Павел Малышев Добрый вечер Говорить сегодня будем про блокчейн Как это не забавно и смешно уже теперь звучит, наверное, для кого-то Поскольку такой buzzword блокчейн, который некоторое время назад появился И там так или иначе с завидным постоянством всплывает В связи с какими-то грандиозными совершенно проектами и задачами Главными из которых, конечно же, являются пресловутые криптовалюты Но не только И вот сегодня как раз будем говорить про то, что не только Про применение, про саму технологию блокчейн И про ее применение в реальной жизни Которое применение не касается валюты и платежных средств как таковых Значит, ну давайте для начала, Павел, про то, что такое блокчейн То, что многие о нем говорят Но из тех, кто говорит, не все представляют себе хорошо Что это такое, как это работает, мне так кажется Потому что я уже неоднократно слышал о проектах Которые делают блокчейн как бы таким своим Непонятно перед кем конкурентным преимуществом У вас что, у нас стартап А что за стартап? У нас новый корпоративный мессенджер А что он умеет? Вот тот и тот Ну слушайте, полно же аналогов Нет, мы на блокчейне, мы особенные Вот как бы тут все не очень понятно Давайте про то, что это такое Как оно работает, с чем его идет Блокчейн это, собственно, технология распределенного хранения данных В последнее время уже добавленными с некоторыми наворотами, фишками Но в первую очередь это, конечно, хранение данных Надежное, избыточное, дорогое, не всегда быстрое Суть его заключается в том, что непосредственно блоки данных А блокчейн, это в буквальном смысле цепь блоков, блоков данных Встраиваются друг за другом И каждый из них хранит какой-то кусочек данных О предыдущей цепочке Непосредственно или в зависимости от технологии Каких-то других Это позволяет сделать одну важную вещь Точнее запрещают сделать одну важную вещь Нельзя поделать За редким исключением Это дело очень сложно поделать Применение его достаточно ограниченное Просто в силу того, что это довольно дорогой продукт То есть когда-то давно все думали, что за биткоин можно будет купить чашку кофе С учетом того, что время прохождения транзакции биткоина может исчисляться часами А стоимость этой транзакции значительно превышает стоимость самой чашки Это, конечно, фантазия В последнее время уже появились другие технологии Более быстрые Менее дорогие Но в любом случае Применение их До чашки кофе Я думаю Пряд ли подойдет Потому что Гораздо проще достать карточку и заплатить Это будет быстрее, дешевле и удобнее Эта технология Важна там, где Критично Невозможна Невозможность подделки Подделки Данных, которые там сохранены Это может быть Банковская информация Это может быть Нотариальная информация Это может быть Информация о недвижимости С какими-то натяжками Это может быть Медицинская информация Это может быть информация о страховых полисах Чтобы не подделывали Недобросовестные агенты Например Вот собственно Это то Из чего он представляет Что он представляет из себя И чем Можно воспользоваться Где-то реально Где-то в ближайшем будущем Где-то гипотетически Ну вот из того Что реально сейчас работает Давайте про это Немножко Поподробнее поговорим Насколько я знаю Первыми конечно банкиры Заинтересовались Банковский сектор Всей этой историей Вот сейчас Что-то реально сделали Потому что Готовятся-то многие То есть Ну и наши банки Отечественные И зарубежные Насколько мне известно Первые транзакции Тестовые С использованием Блокчейн-технологий Уже были между банками Проведены Но Я думаю Что В ближайшем будущем Будут Предприняты Технологические шаги Которые именно Вот В банковской Сфере Будут Реально применены И Обозримы В будущем Ну вот Там Я где-то Читал Что В частности В Лондоне Там какие-то ребята Придумывают И Внедряют Систему Учета И распределения Инвестиций На блокчейне Поскольку Она якобы Может Существенно упростить Процесс Прохождение Сделки Да Существуют Такие Системы Блокчейн В которых Есть Так называемые Умные контракты Смарт-контракты Самой известной Из них Является Эфир Их довольно Много В которых Действительно Для того Чтобы заключить Контракт Уж не знаю На инвестицию Или на что-то Другое Требуется Выполнить Ограниченные Безбумажные Действия И эти Действия Будут Видны Ну или Не видны В зависимости От того Как это настроено Если это Корпоративная Блокчейн То может Быть И не видны И Действительно По крайней Мере Часть Бухгалтерских И Бюрократических Телодвижений Будут Просто Исключены Из процесса Это Действительно Достаточно Удобно В этом Есть Перспектива И не Только На инвестиционном Рынке Понимаю Опять же Есть Данные О том Что Многие Службы Реестров Разнообразных Стремятся Внедрять Блокчейн Как один Из вариантов Опять же Как мы Говорили Заранее Защиты Записей В этих Реестрах Там Земельный Например Реестр Вполне Себя Тема И как ни странно Индия Сейчас Работает Очень Активно Над Внедрением Системы Защиты От Мошенничества С земельными Участками На основе Блокчейн Технологии У них даже Технопарк Есть в одном Из штатов Который Целиком Построен Под это Дело Здорово Это вполне Адекватно Адекватный Способ Применения А в России Недавно Прошла Международная Конференция По Авторскому Праву По Цифровому Праву То что Называется Digital Что-то Такое И там Как раз Активно Промоутировалась Идея О том Чтобы Систему Учета И распределения Как авторских И смежных Прав Так и Доходов На их Основе Тоже Внедрять На Блокчейне Реально Это реально Конечно Но требует Значительного Изменения Действующего Загонодательства То есть Пока В законодательстве Отсутствует Само Понятие Электронного Контракта Не заключаемого С помощью Электронной Подписи На Телекционной Площадке А в Каких-то Других Формах Это Достаточно Большая Работа Которая Требуется От законодателей Ну там Насколько я понимаю И законодательные Органы Какие-то Тоже Были Представлены Ну дай бог Еще Какие-то Сферы Интересные С Кейсами Есть В Обозримом Пространстве Ну Сейчас Самым Распространенным Способом Использования Блокчейна Является Все-таки Не Практическое Использование Как таковое А использование Криптовалют В сфере Краундфайдинга Посредством Сбора Средств На так называемых ICO Для того Чтобы финансировать Проекты Новые Причем Как Технологические Связанные С блокчейном Так и Совершенно Приземленные Например Можно Как пример Можно привести Токены Для Песчаного Карьера Это Очень известный Пример Правда Насколько я знал Он не очень хорошо Кончился Я не уверен Давно не следил За ним А что там В песчаном Карьере На токены Люди Собирали Средства Для разработки Песчаного Карьера И Присваивали Свой токен Какому-то Объему песка Насколько я так Помню Понятно Ну забавно Но это не блокчейн Вообще Никак Да Это Попытка Сыграть На хайпе И Привлечь Себе Средства А еще Является Пока еще Не слишком Зарегулированным Способом Не умеренно Это уже совсем Не совсем Не совсем Так А местами Совсем не так То есть Если выпускать Криптовалюту То есть Секьюрити Токен В Соединенных Штатах То там Потребуются Очень большие Телодвижения Иначе Тамошние Государственные Органы Могут прийти И Потребовать От вас Чтобы вы это Дело отменили И раздали деньги Всем обратно Такие случаи Уже Насколько я знаю Были И не только В Штатах Такие случаи Были А где еще Ну где-то еще Вот сейчас Не вспомню Но Была пара Историй Когда Из-за Многочисленных Жалоб Пользователей Просто Принудительно Закрывали ИСЕОшные Конторы И заставляли Раздавать Средства Обратно Ну это Видимо Что касается Из-за Жалоб В США Которые На ИСЕО Собирают Деньги Говорят Что Вот Оно Подорожает Или мы будем Выплачивать Какую-то Собирают Это уже Зарегулировано И Требует Весьма Существенных Телодвижений Для того Чтобы Это проводить По крайней мере В Соединенных Штатах Но в этом Есть Видимо Могут Усматривать Признаки Финансовой Пирамиды Нет Не пирамиды Это Признаки Инвестиционной Сделки А Она Уже Там Совершенно По-другому Регулироваться Да Она Требует Особого Регулирования При этом Существует Риск Что Некоторые Регулятивные Органы Могут Посчитать Что Те Люди Которые Приобрели Токены В ряде Случаев Могут Получить Право Собственности На компанию Это Конечно Крайний Случай Но Например Такие Намеки Делали Государственные Органы Сингапура Например Поэтому Сказать Что Эта Отрасль Не Регулируется Это Уже Не Совсем Так Что Касается Выпуска Так Называемых Утилити Токенов Это Как Раз Тот Самый Песочник Коин Когда Компании Которые Имитируют Обещают Что-то Поставить Или Сделать Или Учитывать Их Потом В расчетах В обмен В обмен Да И Не Предполагает Причем Обычно Даже Декларативно Не Предполагает Что Вы Получите Прибыль С этого Тут До сих пор Присутствует Значительно Правовая Неоднозначность В разных Странах И Тут С этим Немножко Попроще Ну Очевидно Про ICO Понятно У нас Была На самом деле Программа Про Технологию Вернее Скажем Про этот Процесс И В общем Очень Даже Хорошо Ложится Рассказ На То Что Мы Тогда Говорили Еще Я Помню Где-то Проходила Информация О том Что В ряде Стран Внедряются Проекты По Соединению Объединения Технологии Блокчейн И Системы Удостоверения Личности Вот Не слышали Об этом Нет Я об этом Ничего Не слышал Наверное Применимо В принципе В принципе Как Любую базу Данных Можно Применять Что Обычную Что Путем Блокчейна Да Можно Применить Вопрос Только В стоимости В целесообразности Вот Про стоимости В целесообразность Насчет Высокой Стоимости Давайте Чуть Может быть Подробнее Остановимся Потому Что С точки Зрения Обывателя Что Такой База Данных Это Некоторые Записи В файле И все Именно Что Тут Такого Может Быть Дорогого Дело Дело В том Что Это Копия Баз Данных Хранится В Большом Местами Даже Очень Большом Количестве Мест И Для Того Чтобы Произвести Запись По крайней Мере В Одной Из Технологий Сохранения Этих Блоков Нужно Произвести Некоторую Работу Это Так Назоваем Подтверждение Работой И Для Того Чтобы Записать Этот Блок В Блокчейн Особые Люди Их Называют Майнеры Производят Некоторую Работу По Подбору Чисел Чтобы Получить Возможность Записать Этот Блок В Конец То Запись Блока Сама По Себе Не Происходит Декларативно Типа Пишем Что То Есть Разные Технологии Но Самая Известная Применяемая Сейчас Она Требует Так Называем Майнинга И Почему Она Такая Дорогая Майнинг Штука Очень Энергозатратная То Есть Для Того Чтобы Получить Этот Блок Майнеры Потребляют Столько Желектроэнергии Как Несколько Европейских Стран Вместе Взятых Уже Сейчас И Если Эта Ситуация Не Изменится На Сам Деле Она Наверное Изменится Через Какое То Время Вся Понятно С Чем Связана Высокая Стоимость Технологий Сейчас Уже Другие Технологии Подтверждения Блока Существуют Но Самая Распространенная Пока Вот эти Ну Понятно То Это Не Просто Так Обычная Запись В базе Данных На Большом Количестве Устройств А Это Все Таки Некий Процесс Предшествующий Этой Записи Подтверждение Того Что Она Подлинная Правильно Я понимаю Да Ну И Постепенно Приближаясь К Реальным Способам И методам И может Даже Проектам Которые На практике Применяют Технологии Блокчейн В своих Бизнес Интересах Давайте Немножко Может Про Ваш Проект Поговорим Наш Проект Называется Он Clear Cost Он Связан С Выпуском Скидочной Карты Условно Говоря На блокчейне Скидочная Карта Дает Каждый За каждый Токен Возможность Получить Какую-то Услугу Единицу Услуги По себе Стоимости Или с Минимальной Наценкой Этот способ На мой взгляд Даст Возможность Конкурировать Небольшим Молодым Компаниям С Монстрами Рынка Почему Потому что В Том что мы Покупаем И употребляем Половину До Половины Стоимости Это Затраты На маркетинг Рекламу Ну и Прибыль Производителя Которая В общем У монополистов Как правило Выше Соответственно Идея Какая Что Есть Сообщество Держатели Этих Токенов И Компании Которые Хотят Выйти На этот Рынок Воспользоваться Предложить Себя Этим Держателям Токенов Выставлять Для них Специальную Очень низкую Цену С минимальной Оценкой А для чего Им это нужно Для того Чтобы Развить Своё Производство Для того Чтобы Выйти На рынок Для того Чтобы Приобрести Потенциально Лояльных Пользователей Тут Нет затрат На маркетинг То есть Не нужно Если Условно Производим Но не песок А какое-то Высокотехнологичное Устройство В штуках Но недорогое Ну не знаю Какие-нибудь Мобильные Маленький гаджет Маленький гаджет Условный Шагомер Придумали Инновационный Шагомер Для того Чтобы Его Есть Определенный Уровень Рыночных Цен На эти Шагомеры Такой же Но чуть лучше Для того Чтобы его Пропихнуть на рынок Требуются Значительные Затраты На Маркетинг На рекламу Здесь Можно Заявиться Что Мы Принимаем Эти баллы Эти токены Для того Чтобы За один токен Продать Один Вот этот Шагомер По себестоимости А токены Откуда берутся Токены Имитируются Имитируются Вот в частности Нашей компанией Я предполагаю Что эмиссии Начнется Где-то Через неделю На сайте ClearCost.io То есть Пользователь Ну Условный Который Откуда-то Узнал Про систему Приходит На Ваш Сайт Или там Куда И Что он Дальше Делает Он Платит Денег Каких-то Да Можно Купить Минимальный Пакет Токенов Я Потом Расскажу Поподробнее Про Первое Вполне Конкретное Применение Она Уже Работает То есть Это Такая Клубная Система Членство В клубе Ты Приобретаешь За Определенное Количество Электронных Токенов Их Потом Можно Тратить Их Потом На Традиционные Как бы Услуги Или товары По Заниженной Стоимости По себестоимости Или с минимальной Наценкой Так Первый Этап Понятен После Этап Производитель Шагомера Или там Еще какое-то Устройство Приходит К вам Вы Видимо Там Тоже Какие-то Затраты На Маркетинг И Продвижение Осуществляете Как обычно На Эмиссию Токенов После Этап Формируется Некоторое Сообщество Пользователей Которые Заходят Грубо говоря В электронный Каталог И смотрят Что нового Нам предложили Но Эту Эту Идею Мы Назвали Достаточно Амбициозно Всемирный Клуб Пропаганды Себестоимости И Самым Первым Применением Это Это Продажа Номеров В отелях Бронирование Номеров В отелях Несколько Дешевле Чем Это Принято На рынке Там Не очень Большая Маржа То есть Самые Большие Компании На рынке Я изучал Финансовые Отчеты Их Наценка Составляет 15-20 Процентов От Вот Когда мы Пришли На сайт Забронировали Мы Берем Случай Самых Лучших Цен То есть Не тогда Когда мы Пришли Непонятно Куда И накрутили 50% А Туда Куда мы Пришли Из системы Например Мета-поиска Отелей И нашли Лучшую Цену В ней Заложено 15-20 Процентов Наценки Онлайн Трэвел Агентство То есть К той Цене Которую Дает Отель Условно Трэвел Агентство Дает Накручивает Свою Наценку Да Примерно Так Да Она Не очень Большая Но Там Значительная Часть Приходится Как раз На Маркетинг И На Рекламу В частности Вот Я изучал Финансовые Отчеты И Собственно После этого Родилась Эта Идея Просто В силу Специфики Я достаточно Давно Работаю На Стыке Туризма Авиаперевозка Реклама И В этой Отрасли В авиаперевозках Такое Например Не получится Там Очень Маленькая Маржа Некоторые Авиакомпании Вообще Не дают Комиссию Или дают Комиссию 1% Не разгуляешься И предложить Пассажирам Это Практически Невозможно С отелями Немножко Полегче И Сейчас Уже Существует Технология У нас Когда Человек На сайте Получив Скидочный Бал Может Получить Отели По Нашей Себестоимости Ну Плюс Минимальный Сбор На Эквайринг Финансов Бухгалтерию Примерно Так Ну То есть По себе стоимости Фактически Это Процент 15 Он Сэкономит Сейчас У нас Среднее Получается 7-8-9 А рекорд 25 Да Это Когда Поставщик Так Назваемые Холлсейлеры Это Большие Аптовые Поставщики Выкупают Какие-то Большие Объемы В каких-то Отелях Они Там Получают Эксклюзивные Условия И Там Есть Достаточно Большие Вилки Надо При этом Учитывать Что Не Всегда Эти Вилки Можно Показывать В открытом Доступе И Поэтому Тут Очень Важна Эта Самая Клубная Система То есть Члены клуба Сначала Авторизуются И только Потом Они Могут Запрашивать Эту цену А покупать Ее Могут Только Тогда Когда Они Отдают Скидочный Бал Кстати У нас Токены Которые Имитируются Они Непосредственно Скидочные Балы Будут Меняться С Некоторым С Некоторой Наценкой То есть За Один Токен Можно Будет Купить За Один Токен Можно Будет Забронировать Поначалу Одно Две Десятых Ночи Это Пять Токенов Шесть Ночей А И С этим Этот Коэффициент Будет Будет Расти Или Лет Через Пять На Четвертый Год Можно Будет На Два Токена Запронировать По себе Стоимость Три Ночи Ну Пока Это Звучит Достаточно Обыденно Ну То есть Скидки И Скидки Да На чем Базируется Уверенность Что Это Будет Масштабироваться Что Люди Пойдут Что Популярность Будет У Продукта Это Очень Удобная Штука Связана С тем Что Их Удобно Передавать Вот Эти Токены Удобно Передавать И Продавать Друг Другу Продавать Можно На бирже Понятно Что Мы Не Инвестиционная Компания Мы Никак Не Можем Комментировать Рост Этого Токена Иначе Это Будет Security Токен Если Мы Говорили Про Инвестиция С Целью Заработать На них Денег Мы Рассматриваем Как Способ Получения Вгоды У Нас На Сайте В Самом Обозримом Будущем Появится Калькулятор Который Позволит Посчитать Часто Путешествующему Человеку Выгоду То есть Буквально Можно Будет Вести Количество Ночей Которые Ты Путешествуешь За год Количество Стоимость Среднюю Отеля Где Ты Бываешь И Это Все Расчетные Величины Которые У нас Примерно Получаются Из Общем Мировой Аналитики Стоимость Ночи Составляет Около Сто Долларов Для Жителей России И Бывшего СНГ Она Чуть Меньше Потому Что У нас Экономные Пользователи Для Жителей США И Западной Европы Она Повыше То есть Это Средняя Сумма Которые Люди Тратят На Поживание Где-то В Других Штатах Странах И Прочем Это Средняя Температура По Болезу Сто Долларов И Соответственно Экономия На Такой Ночевке Хотя 8-9 Процентов Это Получается 8-9 Долларов При Этом Начальная Цена Токена Это 0-7 Долларов Вот То есть Мы Ожидаем Что Тут Будет Достаточно Большая Выгода Для Человек Клуба Поэтому Да Бывают Случаи Когда У кого-то Эксклюзив И Мы Лучше Сему Дать Не Можем Мы И В Этом Случаи Стараемся В Этом Случаи Мы Бал Не Списываем Но Пытаемся Отправить Человека Туда Где Самое Дешевое Даже Если А Вот Ну То То А Давайте За За Эти 7 Десятых Доллара Человек Может Получить Услуг На Он Получает Право На Покупку Одной Ночи По Нашей Себестоимости Примерно Со Скидкой В Зависимости От 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 Страны От 4-5 Процентов До Крайности 25 Процентов То То 95 До 75 Ну Примерно Так Да За Свои Да Потратив Изначально 07 Ну 07 08 08 08 09 И 1 08 Доллар То 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 Соотношение 08 К Одному Ну То 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 Занес Систему 08 Доллара 80 Центов 80 Центов Так И Получил Право Забронировать Одну Ночь По 82 Места Ну Вот Да Понятно Все То То И Потом Приехал В отель Все Платят По 100 А Ты Плачешь По 80 Изначально На 80 Это Достаточно Большая Скидка Ну Вот 90 Плюс Минус Это Да Вполне Не Слишком Сложная Система Ну Она Достаточно Выгодна Для Обывателя Достаточно Выгодна И Калькулятор Это Просто Дает Возможность Непосредственно Посчитать А Не Не Боитесь Ну Вернее Как Не Уйдет Ли Вся Прибыль На Разъяснение Рекламу Разъяснение Пользователям В чем Выгода Системы И На Привлечение Первоначального Объема Стараемся Поверьте Это Самое Простое Из Того Что Мы Придумали Изначально Там Была Идея С Фиксированным Членством В Котором Бы Эти Токены Были Бы Возобновляем Но Я С Тудом Объяснил Ее Нашим Соучредителям После Чего Они Предложили Более Простой Решение Пока Не Лезть В Дебри Понятно А блокчейн Там Причем Блокчейн Здесь Позволяет Вести Учет Этих Скидочных Карт Совершенно Независимо От Самих Компаний Которые Принимают Их К Действию Непосредственно То Есть Любая Компания Может Присоединиться Просто Заключив Договор С Компанией Которая Имитирует Эти Токены И Подключиться К этому Буквально За День Два А То есть Здесь Не надо Думать О том Как Выпустить Свои Скидочные Карты Где Вести Учет Как Оно Должно Работать Внутри И РП Систему Не Надо Там Как Ну Нет Наверное Все-таки Надо Со своей Сопрягать Как То Ну Со Своей Да Она Обычно Уже Есть Но Я имею Ввиду Что Дорабатывать Не Надо Все Делать Не Нужно Писать Никакого Ну Большого Громоздкого Кода Это Действительно Можно Подсоединиться К уже Имеющей Технологии Ну То есть Это Работает Для Тех Кто Придет В эту Систему Видимо Это Работает Так же Как Международные Системы Какие-то Клубные Ну Есть Какие-то Клубные Системы Для Отелей Которые Там Так Или Иначе Объединяют В некую Виртуальную Сеть И Работают С ними Как Со Своими Подразделениями Ну Тут же Не только Про Отелей Речь В перспективе Могут Быть Практически Любые Производители Ну Продавцы Любые Ну Или Продавцы Или Производители Например Можно Зайти Жотогены Продавать Те же Самые Дуданы Диваны Ну Понятно Да Или Вечные Чемоданы Главное Чтобы Это Была Реальная Конкурентоспособность И Выгода Для Держателей Токена Потому Что Никто Свой Токен Иначе Не Будет Тратить На То Что Не Принесет Им Непосредственной Выгоды Понятно Ну То Получается Что У Производителя Или же Продавца Должна Быть Должна Быть Возможность Сделать Ощутимую Скидку Да Уникальное Торговое Предложение Именно Поэтому В Авиационных Билетах Это Не Получится Совсем Низко Маржинальных Бизнесов Тут К сожалению Нет Для них Возможно Но И При Этом Когда Они Делают Эту Скидку Через Систему Которую Вы Предлагаете Я Так Понимаю Что Их Дополнительная Выгода В том Что Не Надо Эту Скидку Или Свой Товар Как То Продвигать Среди Определенной Части Пользователей Да Фактически Идея В том Чтобы Прорекламироваться Они Получают Бесплатный Доступ К 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 Вот Про К К К К Все Так В чем Предпосылки Его Появление И Его Роста У Лидей К 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 Первое Многие Из них Являются Просто Крипто Энтузиастами И Хотят Чтобы Криптовалют Использовались В максимальном Количестве Мест Эта Технология Дает им Такую Возможность То есть Применение Имеющейся Криптовалюте Не Для того Чтобы Грубо говоря Снять Наличное А для Того Чтобы Вовлечь В Их Сферу Реального Обслуживания Реальных Товаров Ну то есть Понятно Сейчас С Обналичиванием Криптовалют Общей Объявленной Сложности Присутствует Насколько Я понимаю В больших Количествах Даже Неопределенная Значительная Ну то есть Как бы Вот тот Виртуальный Интернет Энтузиаст Который Имеет На своем Крипто Счету 10 тысяч Биткоинов Ничего Все Крипто Энтузиасты Ну я Просто Вспоминаю Того Легендарного Товарища О котором Мы говорили За эфиром Который Купил За схожую Сумму Пиццу В свое Время Ну хорошо Легендарная Стария Бог с ними Не 10 тысяч Пусть 3 тысяч Пусть 1000 Пусть 100 Неважно Да Он Как бы Понимает Что По курсу Это много Но Как бы Это Очень Виртуальные Деньги Которые Как бы На которые Особо Ничего Не приобретешь Если ты Не Если нет Соответствующих Навыков Ну или Если ты Не входишь В определенное Сообщество Которое В общем Не сильно Бьется С действующим Законодательством Или совсем Не бьется Но об этом Не будем Так вот Чтобы эти Биткоины Или неважно Какой Криптовалют Реализовать На привычные Блага И услуги Видимо На них Этих людей Вы рассчитываете Которые Хотят Это Да Это Вот Первая Потребность Вторая Потребность Это Просто По факту Получать Обычную Выгоду Как Люди Покупают Купоны Идут Условный Бургер Кинг Предъявляют Купоны Получают Скидку Они довольны Тем Что Они Заплатили Меньше Ну Кстати Условный Бургер Кинг Так же Точно Может К этой Системе Присоединиться Если Ничего Не путаю Ну Там Наценка Какая То есть Да Безусловно Может Присоединиться Но Это Вот Как раз Будет Стрельба По Воробьям Это Наверное Мы К Бургер Кингу Все таки Не придем Но Тем Не менее Вы Если Не Первая То Одна Из Первых Систем Которые В B2C Сегменте Так Или Иначе Реализует Блокчейн Технологии Я Знаю Что Существует Коллеги Которые Сделали Бонусную Программу По крайней мере Заявляют Что сделали Я Подробно Их не изучал Они Присоединились К нескольким Крупным Продавцам И Начисляют Баллы Бонусные За покупки И Можно Эти Бонусные Баллы Менять У других Применять У других Продавцов Что-то Вроде Кэшбэка В криптовалюте Похож Вот Я Подробно Не изучал Но Я Видел Их На выставках Видел Их Выступления Так что Уже Появляются Уже Появляются Коллеги И Это Не Может Не Радовать Ну То То Ваш Проект Все-таки Тесно Связан Именно С Криптовалютами Я Б Так Не Сказал Поскольку Сам Токен Он Изначально Распространяется Через покупки Через криптовалюты То Он Нацелен На Большее Вовлечение В Получение Услуг По Скидочной Стоимости Именно Криптовалютного Сообщества Распространяется Но При Этим Те Самые Токены Или Условные Единицы Которые Там В Системе У вас Будут Функционировать И Оборачиваться Они Никакой Валюте Как я Понимаю Особо Не Привязаны Или Вообще Не Нет Они Совсем Не Привязаны Это Скидочная Карта Скидочный Бал Такой Да Его Можно Подарить Кому На День Рождения По Мой Очень Хорош Подарить Ну Скидочные Карты Дарят Ваши В этом Смысле Ничем Не Будет Отличаться Да Только Удобством Обращения Через Крипто Технологию Ну И Защищенность Какой Хотя Здесь Здесь Про Защищенность Наверное Меньше Да Тут Поскольку Шансов Отмыть Какие-то Деньги Здесь Теоретически Наверное Присутствует Но Это Не Самый Простой Метод Трудозатраты Съедят Всю Прибыль Наверное Я Не Специалист Отмывания Деньги Может Оно И К Лучшему Понятно В целом Ясно Хорошо Ну Я Так Понимаю Что Проект Уже На Стадии Близкой К Выпуску Готового Продукта Непосредственно Продукт То есть Продажа Отелей За Бонусные Баллы Он Уже Работает На сайте ClearCost.club Можно Зарегистрироваться И Подобрать Себе Отель С Определенной Скидкой Сейчас Еще Несколько Дней Мы Не Требуем От Покупателей Этих Баллов Потому что Фактически Идет Тестирование Система Как только У нас Начнется Распространение Токенов Их Можно Будет Прямо В Личном Кабинете Не Дожидаться Того Когда Они Будут Выпущены И Зачислены Кошельки А можно Будет Непосредственно Отдать Команду На То Чтобы Поменять Их На Скидочные Баллы Отельного Сервиса И Сразу Оказывать Отель Это Все Работает То Грубо говоря Закинул Денег В Систему И Сразу Получил То Что Хотел Да Так Можно Будет Сделать С Первого Дня В Оно Кстати У нас Называется Не ICO Потому Что Это Не Монеты Это Именно Токены ICO Не Криптовалюта На Период Пока Они Еще Не Выпущены И Не Переведены Пользователем Они Зарезервированы У них В Кабинете Где Проходится Эта Процедура И Вот Именно Оттуда Можно Просто Отдать Отмашку Перечислить Их Сервисной Компании Непосредственно Агентство И Она Уже Будет Обслуживать Их Обычном Режиме Интересно А много Уже Партнеров У системы Партнеров В смысле Поставщиков Отелей Чуть Меньше Десяти У нас Не Охвачена Только Одна Крупнейшая Сеть Один Крупнейший Поставщик Который Для Того Чтобы Прийти К нему Нужно Продемонстрировать Обороты Ну Хотя Несколько Миллионов Долларов В месяц У нас В планах Достижения Этого Оборота Обозрим В будущем И В частности Личная Стоимость Этого Тогена Для Человека Определяется Чем Это Как раз Калькуляторе Написано Подсчитано Что Скидки Которые Мы Предоставляем Пользователю Вот сейчас Они Получаются Где-то От 4 От 3 До 12 15 Ну Вот 25 Это крайний Случай Это Такой Всплеск На него Не надо Ориентироваться Что В среднем Эта Скидка Будет Подвигаться Вверх За счет Того Что Аптовикам Как правило Дают Лучшие Цены То есть Мы Сможем Приходить Непосредственно В те места Для которых Мы сейчас Пока слегка Маленькие Ну То есть Когда вы говорите О количестве Участников Я так понимаю Что это все-таки Сети отелей Это все-таки Про партнеров Это в основном Холдсейлеры То есть Это Глобальные Мировые системы Которые Занимаются Непосредственно Закупкой А Понял Непосредственно С отелями У нас Пока контракта Нет Контрактов Нет Собственно Отдел Контрактинга Отчасти Он и является Целью Сбора Средств На Распространении Токенов Предполагается Что Он Заработает В конце Этого года А сейчас Много народу В компании Работает В компании Сейчас 11 человек 11 Да 11 человек И Набирается Штат Консьерж Сервисов Консьержей Для сервиса Который будет Непосредственно Обслуживать Людей Там Понятно Что их Будет Больше Ну Очевидно Да Тут В основном Люди Которые Занимаются Программированием Занимаются Маркетингом Занимаются Я в основном Занимаюсь Непосредственно Продуктом То есть Заключением Договоров И обеспечением Того Чтобы То Что Было Продано Людям Чтобы Они уехали И у них Все было Хорошо Судьба Отельной части Высокотехнологичный Тур Агент ОТЕЙ Онлайн Травел Агент Когда Запуститесь Через некоторое Время Снова Здесь Поговорим Про Продвижение И Маркетинг Продуктов Когда запустимся Приходите И допользуйтесь Не Когда Когда Это дело Все у вас Начнет Уже Хорошо жить И развиваться Всегда готов Спасибо Павел За интересный Рассказ Время нашей Передачи Подошло К концу Спасибо Что позвали Надеюсь Всем было интересно Спасибо вам За то Что были с нами Уважаемые Наши радиослушатели И зрители Как всегда По вторникам Слушайте нас И смотрите На Медиаметриксе Хорошего Всем вечера Оставайтесь с нами Всего доброго Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин